Да, слушаю. Алло, Василий, добрый вечер. Здравствуйте. Меня Денис зовут, я представитель компании Profit Assist. Вы ранее интересовали заработкам на финансовом рынке, регистрацию проходили, вы поминаете? Да, да. Вот, вы скажите, что вообще для себя искали? Основной доход или дополнительный? Ну сейчас, в связи с пандемией, больше как основной к дополнительному. Я так понимаю, на вас тоже пандемия очень сильно повлияла вторая волна, потому что очень действительно более 600 тысяч клиентов пришли конкретно в нашу компанию, что уж говорить про другие. Вот, потому что искали заработок хоть от какой-то безнадёги, знаете, все лезут в интернет, просто ищут для себя хоть что-то. Вот, на вас, я так понимаю, тоже повлияло. Конечно. Вот, вам сколько лет, Василий? Какая разница, пожалуйста. Какая разница? Для анкеты просто интересно. Не надо, это мои личные данные. Хорошо. Подскажите тогда, вы работали раньше в сфере финансов, возможно, бухгалтером, вот, или с какими-то другими бумагами? Я деньги люблю считать. Любите просто считать деньги? Да. Хорошо. На какой доход рассчитываете? Сколько бы хотели получать в месяц, вот, с основного заработка, чтобы комфортно себя чувствовать? Чем больше, тем лучше. Тут я с вами полностью согласен. Хорошо. Минимальная сумма, которая вас бы устраивала? У вас есть, в основном, баксов, да? Ну, 1100. 1100 минимальная сумма, чтобы вас устраивала? Да, да. Хорошо, Василий. Такую сумму, в принципе, что, что еще раз? Баксов. Хорошо, Василий. Такую, в принципе, сумму могу вам обещать, но, естественно, не в ближайшее время, это точно. Даже если говорить в рублях. Если у вас, действительно, есть желание прийти к такой сумме, добиться определенных телей, вот, купить там машину, квартиру, вот, в зависимости от ваших финансовых довольств, кто бы хотели. Вот, тогда, конечно, можете добиться. У нас есть два формата работы. Первый формат работы – это с личным экспертом, то есть, когда вас обучает человек, аналитик сопровождает, в принципе, по торговле. Второй формат работы – это арбитраж. То есть, когда за вас торгует программа, вы получаете пассивный доход, естественно, 100 тысяч, там и близко цифры нету, пассивного заработка. Вот, но, тем не менее, какой бы формат вам бы больше подошел? Конечно, с живым человеком, потому что что-то роботам я не верю. Во-первых, не верите, во-вторых, и заработок толку с них все равно меньше. Хотели бы пообучаться, поработать с человеком. Конечно. Вот, а на финансовом рынке работали ранее? На рынке работал. На финансовом или просто на рынке? На рынке. У меня кролики, собачки, развожу тут кроликов. Сельскохозяйством занимаетесь, скажем так, скотоводством? Да, да. В горах чем еще занимаетесь? Хорошо, Василий. Да. Хорошо, Василий, отлично. Ну, в принципе, я думаю, вам понятен. Конечно же, вы товар не закупаете дешевле, вы выращиваете уже свое, насколько понимаю, и продаете, правильно? Да, кроликов. Вот, на рынке занимается приблизительно... Барашков тоже? Да. Отлично, Василий. На рынке, смотрите, занимается приблизительно тем же, вот, покупает товар дешевле и продают его подороже. Вот, могу вам принцип привести по обмену... Спекулянты. Вот. Спекулянты. В каком плане? Ну, в прямом, в советской... При советской власти их называли спекулянты. Если ты где-то купил подешевле, продал подороже, ты спекулянт. Ну, да, названия были разные, скажем так. Тут я с вами тоже соглашусь. Вот, ну, по принципу, к примеру, вы купите там 10 кроликов по одной цене, если у вас там кто-то купит, вы их разводите. Купят у вас 10 кроликов, продадут их немножко подороже. Вот человек заработал, спекулянт, да, на разницу цены. То есть, с этого заработок тоже существует. Особенно, если покупает товар оптом. Поняли? На что покупают? Ну, оптом, оптом товар. Если покупает множество там кроликов, вы купили 100 кроликов и продали, вы там по 200 рублей, скажем так, дороже. По 200, по 300 рублей дороже. Вот человек каждого кролика заработал на 200-300 рублей дороже. Вот, мы занимаемся точно тем, вот, вас человек этому обучит, потому что мы не занимаемся вот скотоводством именно. Торгуем на валютах, на сырьевой продукции, это нефть, золото, газ, на акциях различных компаний, ну и на драгоценных металлах. Это поняли, правильно? Угу. Вот, хорошо, смотрите, Василий, вы подскажите, у вас есть какой-то мессенджер, ватсап, телеграм, вайбер, возможно? Нет, у меня тут в горах кнопочный телефон пока. Я только ходаю с гор спускаюсь, с гор спускаюсь, тогда у меня там интернет появляется, и я уже есть возможность заниматься чем. Это я вечером начинаю заниматься. Угу. А сейчас вы находитесь, вы говорите, в горах, что ли? Ну да, у меня тут сейчас заключительные мероприятия по уходу, контролирую, чем у меня тут персонал занимается. Хорошо, я вас понял, то есть доступ пока к интернету у вас нету? Пока нету, да. Пока нету, Василий. Хорошо, в принципе, по формату работы, потому что я вам рассказал, вы со всей информацией ознакомились, все поняли? Да. Все поняли, вас в принципе так же все устраивает? Да. Вот, на финансовом рынке у вас есть свой личный кабинет, вы когда проходили регистрацию, вы его создали. Логин – это ваша почта, у вас погодин 6888 собачка-майл.ру, это ваш логин, ваша почта электронная. И пароль свой, помните, который устанавливали? Наверное. Где-то на компьютере сохраненный он там. Где-то на компьютере сохраненный, то есть приблизительно помните. Вот, хорошо, вам в своем личном кабинете, так же, как у вас, к примеру, есть банков, еще так же у вас есть торговый счет в вашем личном кабинете. Вы свой торговый счет активируете на сумму, которая для вас удобна, после чего с вами уже связывается отдел для верификации, вы проходите подтверждение личности, и тогда уже с вами связывается аналитик, эксперт, вот человек, который, собственно, будет вас обучать и будет торговаться, работать. После оплаты, после оплаты торгового счета верификация. Смотрите, вы, во-первых, вы ничего не оплачиваете, никому вы ничего не платите. У вас есть ваш торговый счет, такой же, как и банковский. Вы банком, к примеру, можете пользоваться, можете на него класть деньги, можете выводить, вот, даже без верификации в нем. Но если вы захотите там какие-то официальные вопросы решать, к примеру, там кредит оформить, вот, вам вы обязаны будете пройти верификацию. Тут то же самое, вы средства никуда не отдаете, вы инвестируете их на свой торговый счет, и на них же будете работать вместе с аналитиком. Вот, человек будет помогать вам зарабатывать. Кто этот торговый счет находит? На вашем личном кабинете. А где мой личный кабинет? Где мой личный кабинет? Был бы у вас интернет, смотрите, я мог бы вам сейчас отправить, чтобы вы зашли и посмотрели ваш личный кабинет. Он расположен на вашей торговой площадке. Ну, конечно, на европейской торговой площадке он расположен. Ну, на европейской, на вашей или на чьей, мне интересно, где будут храниться мои кровные денежки. Ваши кровные денежки хранятся всегда при вас. Так же, как на банке. Когда они у меня лежат в кармане, они у меня в целостности и сохранности. А если они хранятся где-то, неизвестно где, то я могу нарываться на мошенников. Я так думаю, что в интернете сейчас очень много мошенников. Поэтому я хочу удостовериться, что у вас аккомпания не мошенники. И где будут храниться мои деньги, поэтому я уточняю такой момент. Конечно, Василий. Все, я так понимаю, вам нужно уточнение конкретно в юридической стороне, правильно? Да, все юридические нюансы. Все юридические нюансы. Смотрите, Василий, как мы с вами поступим. Я вас сейчас свяжу лично уже с юристом, чтобы человеку напрямую по его отделу задали вопросы. Вот, касательно средств, касательно всего, всех нюансов, как вы и сказали. Хорошо. И с ним пообщайтесь уже. Хорошо? Хорошо. Все, Василий, буквально полминутки на линии ожидайте. И сейчас плак перебеду. Хорошо. Алло, Алло, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Козырь. Очень приятно с вами познакомиться. Являюсь представителем финансового департамента. Ваш манеджер Денис перевел на меня звоночек. Насколько я понимаю, есть вопросы, касательно моего отдела. Он меня обещал на юриста. На юриста обещал отправить. Все, извините, извините. Сейчас побудьте тогда на линии. Специалист финансового департамента Сбербанка России. Ха-ха-ха. Что-то они там запутаны. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Василий. Меня зовут Анатолий. Приятно познакомиться. Взаимно. Так, подскажите, пожалуйста, я так понимаю, у Вас вопрос юридического характера, верно? Да. Что случилось? Ну как, сильно, еще не успело ничего сильного случиться. Просто мне ваш специалист предложил активировать торговый счет. Я начал уточнять, он меня переключил на вас. Торговый счет ваш где расположен? Вернее, мой торговый счет где расположен будет? Куда я буду переводить свои деньги? Ваш торговый счет будет расположен в банке? В каком? Это уже зависит от того, каким банком вы пользуетесь. У меня это есть уже все банки, счета. А при чем здесь? Я буду зачем куда-то переводить? Они у меня лежат уже. Уже лежат. Средства, подскажите, пожалуйста, у Вас, я так понимаю, рублевый счет? Да. Да. Хорошо, смотрите. Мы осуществляем торговлю на международном рынке. И в международном рынке расчет осуществляется в валюте доллар. Я могу совершенно спокойно конвертировать их в доллары и открыть валютный счет в своем банке. Замечательно, тогда это будет Ваш валютный счет. Без проблем. Да, дальше. Дальше мы идем. На него. На этот счет подключается программа автоматической торговли. И уже начинается, начинается осуществляться сделка. А это программа, мы же собирались с Вашим специалистом работать с аналитиком. А какая еще программа? У Вас же брокерская контора. Совершенно верно, да. А Вы что-то слышали об арбитражных роботах? Ну, мы с Вашим специалистом договорились, что будем работать с аналитиком. Я буду сам торговать. Я что-то не доверяю роботу. Без проблем. Нет, без проблем. Я просто почему сказал программа, да, это название арбитражного робота. У нас клиенты работают либо с аналитиком, либо с пользой арбитражного робота. Вы говорите, что Вы будете работать с аналитиком без проблем. Это Ваше желание? Угу. А у Вас... Чтобы активировать мне торговый счет, что я должен сделать? Вы заполняете все данные на сайте, подвязываете свой торговый счет, либо валютный счет. Как я его подвязываю? У Вас в личном кабинете есть. Да. Мне там предлагают пополнить его финансово. Смотрите, 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 я Вам объясняю такую вещь. Во-первых, счет, который будет открыт, это будет банковский счет в Вашем банке. У меня уже открыт. Я не против, Василий, давайте вы меня дослушайте, я вам объясню сейчас, а потом буду задавать вопрос. Хорошо? Смотрите, счет счета, с которыми мы работаем, является сегрегированными счетами. Знаете, что-то такое? Нет, это объясните. Я тут собачек развожу, кроликов, овец, баранов. Вы занимаетесь сельским хозяйством? Ну, там я уже объяснял это вашим специалистам, причем двоим. Ну, я понял, я понял, но это не важно. Вот, смотрите, что такое сегрегированный счет? Это зеркальное отображение в банке вашего текущего торгового счета. К примеру, вы пользуетесь Сбербанком, да, и у вас есть торговый счет в нашей компании. Я беру образно. Так вот, ваш торговый счет, это зеркальное отображение вашего банковского счета, сегрегированного. Когда вы открываете сделки, здесь, на своем торговом счету, все операции дублируются и повторяются на вашем банковском счету. На четко выделенной сумме. Я так понимаю, у вас есть сейчас валютный счет? Да. Это и есть, да, сумма, которую вы обсуждали со специалистом, вы будете начинать с 250 долларов, с 500, с 1000. Меня при активации просят перечислить деньги, которые спишутся с моего валютного счета. Правильно. Эта сумма проверяется на наличие на вашем сейчас текущем валютном счету, рублевом, к примеру, и зеркально отображается на ваш баланс. Так, а у зеркального соревнования, она с 1000, она у меня уменьшится на моем валютном счете. Она проверяется, это банковская операция, проверка, проверка валидности. Знаете, что такое проверка валидности карты? Нет, не знаю. Это проверка работоспособности карты и наличие на ней баланса, потому что счет, как я вам уже сказал, торговый является сегрегированным, является зеркальным отображением. И, естественно, для того, чтобы произвести активацию на какую-либо сумму, на 250, на 500, компания, необходимо убедиться в том, что данная сумма доступна на вашем валютном счету. И эта сумма будет зарезервирована. Я бы на пару тысяч долларов собирался это все сделать, но все нормальные конторы проверяют валидность карты, списывают 1 рубль, потом его сразу же возвращают, и вот и вся проверка банковской карты. Да, да. Ну, так а почему вы с другими компаниями не счете? Нет, а у вас тысячи. Нет, я, например, сегодня покупал на Алиэкспресс, что-то не помню. Ну, вот у меня при первом активации моей карты, они рубль списали, рубль вернули, все, и платеж потом прошел. Да. Я там покупал кое-что для своих собачек за 80 тысяч долларов. Ничего, все нормально прошло. А вы мне говорите... За 70 тысяч в год. Ничего себе вы на собачек потратили. Ну, они у меня одна собачка. У меня один ксеночек столько стоит. У меня его ФСБшники-пограничники покупают. У меня договор с ними. Ого. А это вы овчарок выращиваете? Волкособиков. Волкособиков. Знаете кто такие? Собачки. Вы знаете, очень край муха слышал. Мама волка, папа собака, кавказская овчарка. А мама волк. Страшная машина. Да. И чупуется. Все они у меня чупуются, да. И пограничники, потом договор с пограничами. Они у меня забирают. Вот в каждом помете 7-8 щеночков. Вот каждый щеночек на 80 тысяч тянет. Окупают все мои расходы на них. Ну, хороший у вас бизнес. Интересный. Угу. Так у меня есть акролики и бараны. Так в таком случае, смотрите, вы знакомы со стандартной процедурой верификации кассы. Единственное, что до проверки валидности. Единственное, что вот вы говорите, Алиэкспресс просто проверяет валидность карты. Да, работает она или же нет. Мы же немножко другая компания, совершенно другого уровня. И, извините, но мы не можем вам начислить, скажем так, сумму вашего торгового счета, Будто 250 или 1000 долларов, нам без разницы. А там утервозит. Без подтверждения того, что у вас эта сумма есть на балансе. Вот. Ну, никак. Это как отдать товар, а потом получишь деньги. Нет, ну я все свои перечисления, деньги немалые, Будут только после заключения договора между нашими организациями. Замечательно. Он у вас подписывается на этапе верификации? Нет. Только любые денежные средства только после подписания. Сначала заключаем договор, а потом какие-то денежные передвижения идут. Вот. На этапе верификации подписываете уже полностью весь договор. Нет, вы говорите верификацию, это когда я вам отправлю деньги. Вы сначала хотите получить от меня 1000 долларов, а потом только подписывать договор. Я от вас ничего не хочу получать, поверьте, мне это не нужно. Я вам просто объясняю, как это работает. Хорошо. Дальше. Да? Вот. Хорошо. Теперь смотрите. Вопрос такой. Ой, сейчас, секунду. Да. Вот. Вопрос такой. Смотрите, вы задаете вопрос, что такое верификация. Это документальное подтверждение вашего счета о том, что если вам будут предоставляться какие-либо сервисы от компании, что мы за них несем ответственность. Даже сугубо, если разговаривать о работе с аналитическим отделом в рамках сотрудничества, это тоже прописывается и подтверждается. И, извините, пожалуйста, но в этот договор прописывается также ваша сумма, сумма, с которой мы начинаем работать. И, соответственно, мы не можем внести сумму, не понимая, какая это будет сумма, внесете вы ее, перечислите или же нет. Ну, вы же в супермаркет, не приходите сначала, не берете правильно. Это вы меня сейчас начинаете чистый развод. Потому что договорились сумма, а потом подтверждаются банковскими документами. Сумма договора. А вы сейчас начинаете мне чесать по ушам, по-моему. Василий, во-первых, я вас попрошу, ну, без вот таких выражений. Ну, я кастрюлю, я тут убираюсь, как и привык. Я не против. Я прекрасно понимаю русский язык, но есть деловая. Так, а, кстати, где расположена ваша компания? Офис у вас где? Москва. Есть Москва, есть Санкт-Петербург. Ну, Москва большая. Именно где? Куда мне договора подъезжать? А вы с договором, он по электронной почте вы его получаете? Нет, а подписывать как мы его будем? Электронная подпись? У меня нет электронной подписи. Ну, без проблем. Тогда вам высылаются две группы. Одна уже подписанная, а вторая с вашей подписью. Нет, ну... Вы их высылаете обратно. Вы как будете подписывать? Смотрю, вы уже получаете. Нет, я хочу вам приехать в офис, к вам посмотреть, чего. И в офисе заключить договор. Деньги немалые, две тысячи долларов, к примеру. Смотрите, без проблем. Смотрите, без проблем. Если, ну, я вам просто скажу, тогда на будущее... Нет, на электронке пришлете скелет, рыбу вы мне договора пришлете. Я ее проверю, все посмотрю. Меня устраивает. Я приезжаю, мы его распечатываем. Я вам скажу такую вещь. Без проблем. Вы хотите встречи в офисе и так далее? Нет. Мы можем вам организовать встречу в офисе, если вам это будет в ближайшем пункте отделения Сбербанка. Если мы с вами говорим о крупных инвестициях в размере 50-100 тысяч долларов, то на встрече будет присутствовать наш региональный представитель Львы и региональный представитель Банда. Да, я вам могу сказать, что вы проведете. Мы говорим... Мы говорим о пяти суммах. Василий, мы говорим о суммах 50-100 тысяч. Скажите мне. Ну, выше, выше, пока мы говорим, выше тысячи двух тысяч долларов. Нет, Василий, вы, наверное, неправильно понимаете. Если у вас объем ваших первоначальных инвестиций 50-100 тысяч и более, мы можем вам организовать встречу. Рублей, да или долларов? Нет, нет, Василий. Я говорю о долларе. Нет, мы пока не знаем, введем беседу о двух тысячах долларов. Тоже немаленькая сумма для... Но о какой тогда встрече мы с вами можем говорить? Ну, чтобы заключить договор. Вы говорите, вы в Москве. Послушайте, я вам... Давайте с вами просто прокалькулируем, да? С двух тысяч долларов ваших вы выходите на доход порядка 50-70%. Это средняя статистика при работе с аналитическим отделом. Из этих... Из этой суммы, да, это порядка полторы тысячи долларов. Из этой суммы комиссия компании составляет 10%. Это 150 долларов. Извините, на 150 долларов... Ну, это 5 минут максимум юридического отдела. В денежном выражении. Ну, так вы где? Вы офис у вас где в Москве находите? Вы готовы? Ну, я же вас спрашиваю. Мы с вами говорим о суммах 50-100 тысяч? Если да, не вопрос. Давайте назначим встречу. Можно только поговорить о 50 тысячах долларов. Только мне интересно, вы в Москве где находитесь? Вам, я не могу понять. Вы только что говорили о двух тысячах. Нет, и 50 не проблема, и 50 не проблема для меня. Мне нужно сначала понять, имею ли дело я с нормальной компанией или я имею дело с мошенниками. А вас что-то наталкивает на мысль о мошенниках? Да, потому что вы не хотите мне сказать адрес вашей организации. Где вы находитесь? Без проблем. Пресненская набережная 12. Ага, Башня Федерации, да? Ну, совершенно верно. Вот. Почему-то все мошенники там находятся. Кто мне не звонит, и все говорят, мы Башня Федерации, Пресненская набережная. А у вас там собственность или вы ориендуете помещение, ваша компания? А вам эта информация зачем, извините? Да как, ну как зачем? Если вы ориендуете, вы юридическое лицо. Юридическое лицо в Российской Федерации, нет? Вы договор будете заключать как юрлицо, нет? Мы с вами будем заключать договор как юридические лица. Да. Значит, вы зарегистрированы на территории Российской Федерации как юрлицо, да? Совершенно верно. Совершенно верно. ИНН, вы мне можете свой предоставить как юрист компании? Нет. Почему? На каких основаниях? Да как на каких? Это публичная информация, ИНН, организации любой. Я подхожу к Сбербанку, и не на дверях. Не к Сбербанку, я подхожу к любому магазину в Москве, в Тольятти, еще где-то. Висит вывеска на магазине, на магазине со всей информацией ИНН, украины и прочее. Вот это вот, послушайте меня, пожалуйста. Я справляю, что у вас мошенники. Вы говорите о том, что вам нужен ИНН, я не могу вам предоставить ИНН. Вы не знаете, значит, вы некомпетентный юрист в своей организации? Я более чем компетентен, я не сказал, что я не могу это сделать. Почему вы мне не можете предоставить ИНН? Я не вижу в данный момент оснований для этого. Вы хотите личную встречу, пожалуйста. Нет, а зачем я поеду лично к мошенникам, которые меня не встретят? Потому что я уже на 80% уверен, что вы мошенники. Послушайте, Василий. Да. Послушайте, пожалуйста, меня очень внимательно. Я вас внимательно слушаю уже целесообразность встречи. Я вам объясняю, что я не буду давать человеку по телефону ИНН-компании. Я объяснил, что любой магазин вы повыдете... Вы хотите... Нет, послушайте, Василий. Вы хотите увидеть ИНН, приезжайте в офис в Москву. Я вам предоставлю полный пакет документов. Хорошо. Вы брокер или вы кто вообще? У вас организация чем занимается? Организация предоставляет брокерские услуги. Так. И, соответственно, у вас есть лицензия. Эту лицензию я не видел, номер этой лицензии на вашем сайте. А я вам подскажу, знаете почему? Почему? А вы знаете, что уже как один год все лицензии отозваны? Это кто сказал? У брокерских компаний на территории Российской Федерации. Это что за бред вы мне говорите? Это не бред, Василий. Это полнейший бред. Это не бред. Полнейший бред. Нет. Да. Еще вы проговорились, что вы находитесь в Украине. Что? Что вы из Украины. Вот это тоже меня насторожило. Из Украины? Как правильно говорить, средства или средства? Средства. А вы в разговоре, можете запись отмотать и послушать, вы в разговоре упоминали про средства, которые я должен буду перечислить. Средства? Средства, да. Ну, я не могу понять, Василий. Вы сейчас пытаетесь... Я общаюсь с мошенниками. Но отпляйтесь дальше. Ну, я вас поздравляю. Вы хотите пообщаться серьезно? Приезжайте вот и давать... Я серьезно разговариваю с серьезными людьми. А с мошенниками я вывожу на чистую воду. Вы мошенники. Вы ваша компания. Мы мошенники? Серьезно? Да. Это на основании чего вы уже включили, делаете такое заключение? Вы не предоставляете ПНН публичную информацию. Вы мне не можете назвать номер лицейки. Я вам сказал, что я ее не буду предоставлять вам по телефону. Вы такую ересь, что отозваны все брокерские лицензии. Вы такую ересь мне сейчас сказали. Это, вот я сказать, стопроцентные мошенники. Да, вы что? Да, да, да. И у вас чисто украинский... У вас сейчас интернет есть под рукой? Я вам сказал, что я с кнопочным телефоном... У вас сейчас... У вас в данный момент... Есть интернет под рукой? Кнопочный телефон. Кнопочный телефон. Я в горах. А вы в горах, а у вас кнопочный телефон. Хорошо, я вам сделаю зачитание. В ноябре 2018 года были отозваны все крупнейшие форекс-дилеры и лишены лицензий на право деятельности на территории Российской Федерации. В том числе и ваша компания. А вы меня пытаетесь развести на 50 тысяч долларов. А я вам говорю, что все компании сейчас не имеют лицензии. Ни одна. А вы меня вводите в заблуждение. Все нормальные троперы имеют лицензию и спокойно, честно торгуют. А ваша компания, это компания-мошенники, которая с вами выводит на чистую воду. Послушайте, послушайте, вы вот сейчас говорите о вопросе, в котором не разбираетесь. Я разбираюсь на тысячу процентов. 185-й федеральный закон откройте в редакции 2013 года. Да вы что? Если вы юрист. Если вы юрист. Хорошо, я открою обязательно. Но вы, прежде чем делать какие-либо суждения, вы прочитаете о том, что в 2019 году все брокерские лицензии на территории РФ были отозваны. Не могли они быть отозваны. Значит, все брокеры, хотите сказать, мошенники были? За что они отозвали лицензии? Это было решение Центрального банка. За что? Центробанк лишает лицензии только неблагонадежные организации. В том числе банки, которые не мешают доверия, да, и брокеров, у которых не было лицензии. Я уверен сейчас на сто процентов, что я общаюсь с мошенником. Тем более, перед этим трубочку передавали сотрудницу финансового отдела Сбербанка России. Вы там что, в одном офисе все сидите, что ли? Ну, в офисе присутствует сотрудник Сбербанка России. Специалист финансового отдела Сбербанка России в офисе брокерской компании. Вот это да! Вот это у вас прокол! Вот это у вас прокол какой! Василий, почему вы смеете? На ютубе себя смотрят, понимаете? Да, вот это вы как лоханулись! Вот я и смею, что у вас сотрудник финансового отдела Сбербанка России сидит в офисе с брокерской компанией. В Москве-Сити. В нашей федерации. Вы для начала откройте приказы, вы дослушайте меня, пожалуйста. Вы для меня сначала дослушайте, а потом уже будете дальше смеяться. Откройте приказы Центрального банка России за ноябрь месяц 2019 года. Где вы съезжаете, где вы про финансового отдела Сбербанка России? Что вы съехали? Что она у вас там делает? А что я съехал? Что она там делает у вас в офисе? Она здесь находится, а что такое? Что она делает у вас там? Я же говорю, специалист финансового отдела Сбербанка России, как она представила. Что она там у вас была? Не подскажите, пожалуйста, а вы, собственно, кто, что я вам должен отвечать на такой вопрос? Так я с мошенниками общаюсь, поэтому я так и разговариваю с вами. А вы мне какую-то тичь теряете. Так я сейчас, извините, тоже общаюсь с каким-то водолеем. Ага. Ну, вот с чистым водолеем. Что за тичь ты мне там сейчас начинаешь тереть? Василий, идите сейчас, третите вы, извините за выражение. Чужки с Украины. Чужки с Украины? Да, мы же не опутались. Видите, вы, видимо, на солнышке там перегрелись. Вы посидите, отдохните. Ну-ка, фу, идти на место. Фу, знай свое место. Иди, фу, фу, на место. Вы посидите. Иди на место. Посидите. На место пошел, сказал. Фу, что вы. Огрейтесь там. Фу. Отойдите, идите в себя, откройте интернет, почитайте. Фу, сказал, ну-ка бы, что вы на место. Отстань от меня, отойди. Почитайте там. Кого не читать? Извините, там я тут собачка прислала, я ее на место отправил. Да, я же не против. Я вам говорю, что вы выдохните. Почитайте, пожалуйста. Я вам еще раз повторяю. Я вам еще раз повторяю. Фу, сказал, фу, сказал, фу. Вы меня слышите вообще? Алло, что пошел? Фу. Василий, вы меня вообще слышите? Да, все. Вы откройте, пожалуйста, на досуге постановление и решение Центрального банка. Вашу дичь от Центробанка не хочу никаких слышать про лоха брокеров. Дичь несете вы. Дичь несете вы, Василий. А вы чем являетесь? Младшим финансовым специалистом? А вы младший юридический специалист? Кого? Сбербанка? А, Тиньков банка, да? Кого? Вот сейчас вот вы несете откровенную дичь. Да. Ну, извините, пожалуйста, я не буду продолжать данный диалог. Вы, я вам рекомендую, вы откройте, почитайте. Да не буду ничего открывать, никакую дичь эту, никакую эту дичь не буду не открывать, не читать. Дичь, человек, который не образован, который не понимает, о чем говорит, и пытается строить из себя умного человека. Я просто рад, что я у вас отслал, ваше время целых сорок минут. Почитайте. Я не буду читать. Посмотрите. Мы должны вывести вашу конторку, было на чистую... Алло. Алло, Василий, здравствуйте, еще раз. Да, да. Вот, как прошел у вас диалог? На чем сошлись, скажите? Мне информацию не передали. С кем? Я вас переводил на юриста. Вы меня перевели на специалиста финансового отдела Сбербанка России. Я почему-то с ней сначала пообщался. А, наверное, ошибка вышла, может быть, перевел. Но с юристом пообщались тоже. Ну, с юристом, да, но сейчас не ехало. Перезвоните попозже, я за рулем сейчас еду, мне тут надо срочно... Все, Василий, понял. Все хорошо, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok